Это кадры одного из дорожно-транспортных происшествий в Иссык-Кульской области. В этой аварии скончались два человека, пострадали 14 пассажиров. Это далеко не единственное ДТП, которое случилось на территории этого региона. Из-за частых аварий в зонах отдыха сотрудники ГОБДД с начала турсезона были переведены на усиленный вариант несения службы. На дороге Бишкек-Балакши-Чолпаната были установлены специальные фильтрационные посты. В этих местах ведется активная работа. Также стоит отметить, что мы тесно сотрудничаем со специалистами Министерства здравоохранения. Таким образом, на каждом посту вместе с сотрудниками ГОБДД дежурят и наркологи. В основном ДТП в туристических зонах происходит из-за управления. Автотранспортом в нетрезвом состоянии, отмечают аналитики. В ГОБДД же подчеркивает, что в целом число ДТП по сравнению с прошлым годом сократилось, а вот число нетрезвых водителей наоборот увеличилось. За шесть месяцев текущего года было выявлено 6 617 водителей в нетрезвом состоянии. Это на 1170 водителей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего количество ДТП и пострадавших в дорожных происшествиях сократилось на 10%. Число летальных исходов в сравнении с прошлым годом сократилось на 17%. Как отмечают в ГОБДД, сегодня число водителей перевалило за 2 миллиона, в то время как число сотрудников, которые обеспечивают дорожную безопасность, составляет более полутора тысяч. Однако большое количество автотранспорта – это далеко не единственная причина ДТП на дорогах. Здесь больше проблема с ответственностью автолюбителей. Трасса загружена, но если водитель выполняет все функции как положено, двигается, не превышает скорость, обгоняет в соответствии с правилами дорожного движения, ДТП не случится. В основном это происходит в тех местах, где нет бордюров, то есть водитель выходит на встречную, обгоняя, попадает в ДТП. Обгон, скоростной режим – это основные причины на данный момент попадания транспортных средств в ДТП. Как отмечают аналитики, на втором месте после алкоголя причиной ДТП становится превышение скорости. На третьем месте управление автомобилем в утомленном состоянии.